Колодец, вилка и пулемётное гнездо. Для большинства обывателей это просто несвязный набор слов. Однако для тех, кто однажды увлёкся городошным спортом, это смысл всей жизни. Исконно русское состязание в наши дни во многом незаслуженно забыто. Неперспективный и коммерчески невыгодный, городошный спорт существует сейчас не благодаря, а вопреки. На всю область осталось порядка двух десятков мастеров-городошников. Однако состязание в этой спортивной дисциплине без перерыва проводится вот уже 50 лет. Это проходит лично командный чемпионат области городошного спорта. Участников порядка 20 человек, 4 команды. И сейчас проходит у нас личное первенство в трёх возрастных группах. Это мужчины, юноши и пенсионеры после 60-летки. За многовековую историю правила игры в городки ни разу не менялись. Спортсмену при помощи специальной биты необходимо выбить 15 установленных фигур с площадки. При видимой простоте не каждый сможет даже запустить трёхкилограммовый спортивный снаряд, не говоря уже о правильной траектории. Хотя сами городошники заверяют, более доступного вида спорта просто не существует. Доступный всем вид спорта. И очень много имеется на него нагрузки, физическое приседание, там ставят фигуры. Именно доступность игры и позволяет встретиться на площадке игрокам самого разного возраста. По соседству со всеми молодыми спортсменами играют настоящие легенды брянского городошного спорта. Лев Веберов впервые взял в руки биту в 1961-м. В год своего 77-летия многократный чемпион области снова на площадке и готов бороться за медали. За свою, считайте, 50-летнюю деятельность подготовил пять мастеров спорта. Побил в 1973 году. Было 50-летие городошного спорта Федерации Советского Союза. Я на этих соревнованиях побил все рекорды Брянской области, которые до сих пор не побиты. По степени азарта и интереса городки ничуть не уступают бильярду или боулингу. Но, как оказывается, дорогостоящие заморские развлечения современной молодежи куда интереснее своей культуры и истории. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова